Прошлая неделя выдалась на редкость интересной и произошла массовая стрижка любителей доллара, которых у нас очень много. Ну и самое главное будет в конце, самое интересное это о причинах, почему это случилось. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, начну я, наверное, издалека немножечко о том, что происходило с долларом в последнее время. Посмотрите, доллар абсолютно должен был, по идее, в августе расти доллар, потому что рубль традиционно в августе у нас падает. Ну вот, посмотрим, значит, смотрите, доллар действительно ближе к концу августа начал расти, вот с 20 чисел, но с 26 числа вдруг рубль начинает укрепляться с какого-то фига, и доллар, соответственно, начинает дешеветь. Могло ли это продолжаться долго? Ну, наверное, нет. Почему? Смотрите, рубль дорожает, доллар падает, но что происходит у нас? У нас происходит следующее, значит, ну, вы знаете, выборы в Белоруссии, где, в общем сказать, там, прямо скажем, весьма неоднозначные, и кто эти выборы признал легитимными, там, Россия, Казахстан, там, ну, еще Китай, вот, какие-то страны, вот, и Россия начала поддерживать Лукашенко, в том числе создала резерв Росгвардии, ну, наверное, это, если Россия вдруг поможет Белоруссии силой, то, наверное, это повлечет за собой какие-то санкции, вот, это первое. Второе, ну, ситуация на рынках не особенно улучшается, да, она улучшалась, вот, но не особенно так, вот, я бы не сказал, что прямо уже сильно лучше. Потом, значит, ситуация с коронавирусом тоже не улучшается, в общем, никаких признаков того, что должно улучшаться ситуация. Почему же падал доллар? Ну, доллар падал не только у нас, доллар падал всюду, во всем мире, потому что, ну, Трамп очень хочет, чтобы доллар упал, чтобы повысились цены на акции, на фондовый рынок, они действительно росли из-за этого, вот, поэтому доллар падал на всем рынке, не только у нас, рубль здесь ни при чем, вот, но и на рынках доллар перестал падать к остальным валютам, и, в общем, так сказать, у нас ничего хорошего не предвещает. И когда-то это должно закончиться, посмотрите, что произошло у нас 2 сентября с долларом. Доллар резко взлетел вверх, это предыстория все еще, почему он взлетел вверх? Ну, немцы, химическая лаборатория объявила о том, что отравление Навального считают подтвержденным, то есть подтвердили. Химическая лаборатория сказала, что да, нашли в разных местах, значит, там и на одежде, и в моче, и, значит, в смывах кожи следы отравляющего вещества. Ну, что логично стоит ожидать? Ну, конечно, ожидать надо роста доллара и падения рубля, потому что санкции, скорее всего, будут введены, северный поток остановят, который и так уже давно остановлен. Ну, в общем, ничего хорошего не предвидится. Вот что произошло 2 сентября. Смотрите, резко вырос доллар. Ну, совершенно очевидно, что вот здесь надо было, ну вот, когда уже доллар падает ко всем валютам, он когда-то должен упасть. Рублю ничего хорошего не светит. Надо было брать доллары. Очевидно, очевидно, у нас первая мысль, как только, ну, как бы, что-то плохое надвигается, надо покупать доллары. Поэтому, ну, совершенно логично, люди побежали покупать доллары, доллар резко вырос в цене. На следующий день доллар, вот, 2-го числа он резко вырос, и, значит, здесь, ну, там, кто-то фиксирует прибыль там, вот, устаканивается. Что происходит 3-го числа, смотрим. Смотрите внимательно. А 3-го числа пошла коррекция. Ну, она не сильная, понятно, да? Коррекция пошла 3-го числа. Сейчас я включу календарик вот здесь вот. Вот оно, вот, 3-е число. Четверг. В четверг обычно экспирация происходит 3-го числа по опционам недельным, там, и на доллар в том числе, и на индекс РТС. Вот, ну, здесь все выросло, и вот оно все с грустью, в общем-то сказать, вот, как бы наблюдают за этим делом. Вечером происходит экспирация. Четвертое число. Четвертое число у нас, смотрите. А четвертое число пятница. Пятница. И в пятницу Саудовская Аравия внезапно объявляет о том, что снижает цену на поставки для своих клиентов в Азии на 1 доллар. То есть, цена на нефть долго-долго стояла на месте, и Саудовская Аравия говорит, а мы снижаем цену. То есть, не наращивают производство, а снижают цену. Ну, это, к чему это приведет? Да, и рынок-то вроде не особенный, но восстанавливается нефть, так сильно не нужна. Нефтехранилища пока еще не освобождаются, и Саудовская Аравия снижает цену. Как вы думаете, если нефть снижается в мире, что произойдет с рублем? Угадайте с трех раз. Рубль тоже упадет, потому что он должен упасть. Давайте посмотрим, что произошло с рублем четвертого числа. К доллару. Вот оно. Саудовская Аравия объявила. Ну, они объявили вечером. Рубль по доллару подпрыгнул. А дальше пятница, суббота, воскресенье торгов нет. С открытием торгов что произойдет? Понятно, что доллар опять вырастет. Вот что должно произойти. И это произошло, мы это видим, это наблюдаем. Доллар снова вырос. Вот, ну и что происходит дальше, посмотрите. Ну, в Беларуси ситуация не улучшается. Лукашенко собирается лететь к Путину, о чем-то договариваться. Возможно, Россия, так сказать, поможет военной силой, опять же, нефть не дорожает. В общем-то, ничего хорошего, в общем-то, ждать не приходится. И люди, которые еще не купили доллары, вот на этом вот падении, ну, хороший шанс докупить доллары, не так ли? Вот, хороший шанс вот здесь вот докупить доллары. Те, кто не успел, ну, так сказать, как бы видно, что вот он подпрыгнул, ну, скорректировался. Логично, логично, логично здесь докупить доллары, ну, и сидеть в долларах, потому что, ну, его нафиг, ничего хорошего ждать не приходится. Смотрим дальше, что происходит. Ну, вот, логично, купили доллары, и доллар пошел в рост. Все хорошо, не так ли? Это восьмое число. Что у нас восьмого числа? Смотрите, седьмое число, понедельник. В Америке выходной день. То есть, в Америке были выходные суббота, воскресенье и понедельник, день труда в Америке и в Канаде. Нерабочие дни. Что произойдет восьмого? Ну, восьмого числа, ну, наверное, так сказать, и нефть упадет, и все прочее. Правильно? Правильно. Поэтому, что с долларом происходит? Доллар пошел расти. Все правильно. Те, кто купили доллар, они совершенно правильно сделали. А те, кто не успел, ну, значит, они ломают, кусают локти, и вот здесь вот докупают доллары. Не так ли? Да, потому что логично. И посмотрите на объемы. И объемы вроде не такие маленькие. То есть, они подросли, все хорошо. И вот оно, восьмое число. Девятое число. Смотрите, что происходит. Девятого числа у нас. Девятая среда. А девятого доллар вдруг начал дешеветь. Ребята, смотрите, вот доллар, который начал внезапно расти, вот вырос. Потом вот здесь можно было докупить. Докупили. Он вырос. Теперь он дальше падает. Что надо здесь делать? Конечно, докупать. Конечно, докупать. Потому что он снова вырастет. Ну, не вырос. Еще лучше можно докупить. Здесь еще больше можно докупить долларов. Смотрите, что происходит 10-го числа. А 10-го числа он пошел в рост. Вот, срочно надо докупать и сидеть в долларах. Потому что ничего хорошего у нас не предвидится. Никаких новостей. Что происходит с долларом? А доллар начинает падать. Смотрите, здесь максимум доллара 75-65 и он упадает. Падает аж до 74-74, low 66 на целый рубль. Посмотрите, как красиво. Все вот здесь вот закупили доллары и доллар начинает падать. А что такое 10-е число, друзья мои? Давайте посмотрим. 10-е число это четверг. Что значит четверг? 10-е число четверг. И в этот день происходит экспирация по опционам. На чем можно больше всего заработать? На опционах. Совершенно однозначно. Опционы дают максимальную прибыль, если мы угадали с курсом. Вот это вот маленькое если. И вот здесь вот смотрите. Ну, вот здесь вот было очевидно, что надо было брать. Да, ну купили. Вот, значит, здесь. А вот здесь вот экспирация прошла, понимаете? Вот 4-го числа. Ну, если кто-то не успел купить, то не успел. Они здесь закупились, думают, ну ладно, дальше будет расти. Вот он дальше растет, 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 растет. И к моменту экспирации. Абсолютно. Без всяких, казалось бы, причин, казалось бы, без всяких причин, доллар вдруг начинает падать. 10-е число. Все, вот оно вот. 17-е число. Ну, здесь он немножечко восстановился уже. Но, в общем-то, упал. Вот 19 часов. Сейчас посмотрим. Ой, это уже 21 час. Вот оно, 19-е число. Вот оно. Все, вот это вот момент экспирации. Что произошло с людьми, которые держали опционы на доллар и надеялись на то, что доллар вырастет? Доллар упал. Люди массово, в огромном количестве, огромное количество людей потеряли деньги. Почему? Почему вот здесь вот так резко упал доллар? Друзья мои, и что делал я в это время? Но никто об этом не говорит. Почему-то все говорят, что вот доллар растет, доллар растет. Когда доллар растет, все говорят, доллар растет и будет расти. Мы читаем в статьях. А когда доллар внезапно падает, то полный молчок. Вообще. Абсолютное умолчание. А доллар упал. Причем в России. Что произошло в России? Ничего вроде бы, да, с Белоруссией ничего хорошего, значит, там, ну, как бы не улучшается. Санкции с нас снимают? Нет, вроде не снимают. Если вы думаете, что Центробанк продал какой-то хреновую тучу валюты, нет, это не так. Так что же произошло, друзья мои? Почему упал доллар к рублю? Я вам скажу абсолютно точно причину падения доллара. Вот прямо сейчас. Готовы услышать? Друзья мои, я должен сказать, что доллар обвалил я. Как мне это удалось? Об этом я расскажу в следующем видео. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас, пожалуйста, поставьте лайк. И смотрите следующее видео, что я сделал, чтобы обвалить доллар. До встречи. С вами был Демитко Юрий. С вами был Демитко Юрий.